Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение Ведьмака Дикая Охота. Сегодня мы продолжим, получается, искать сокровища графа Ройвина, он же Дикстра. И нам нужно встретиться с Трис, так как он там задумал, в общем-то, что Ведьмак и Колдунья в паре всё смогут сделать. Ну что ж, ладно, давайте встретимся. Так, только, по-моему, здесь надо вечером встретиться. Да-да-да, надо вечером, давайте помедитируем, Малеха. Где-то, да, я, правда, не помню, ну давайте до полуночи, до часа помедитируем, и там уже встретимся с Трис. Да, вот пошла анимация. Хорошо, что ты пришёл. Послушай, присмотрелась я к казармам. Не нравится мне всё это. В смысле, им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость. Высокие стены, охрана у ворот. Внутри полно людей. Мы не проберёмся внутрь, силой тоже ничего не сделаешь. Менге успеет сбежать. Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы и надень на меня. Может, ты объяснишь, что происходит? Подумай. Если ты приведёшь охотникам подлую Трис Миригольд, они не то что ворота откроют, они тебя ещё и к самому Менге проведут. Исключено. Это слишком опасно. На кону жизнь Лютика и Цири. Значит, стоит рискнуть. Трис, подумай. Ты правда хочешь по собственной воле идти в логово Льва? И к тому же скованный. Да. Я не могу тебе этого позволить? Приятно, что ты обо мне беспокоишься. Но я уже приняла решение. И не стану его менять. Ну хорошо. Допустим, они проглотят наживку. Что дальше? Мы заходим, я приставляю Менге меч к горлу и спрашиваю, где Лютик? Не вариант. Менге гнида. Но в одном ему нужно отдать должное. Смерти он не боится. Меня это всегда раздражало в фанатиках. Ничего. Придётся брать его хитростью. Какие будут предложения? Может, ты скажешь, что у тебя есть сведения о ложе? Или ещё лучше, о самой Филиппе? Он её ненавидит? Придумай что-нибудь. Постой. Я хочу тебя поблагодарить. Успокойся. На моём месте каждый бы. Нет. Не каждый. Довольно. Чародейке краснеть не пристало. Мне всё это по-прежнему не нравится. Ну, что ж поделаешь. Пойдём. Ну, в общем-то, вы сами всё слышали. Чтобы больше яснее понять, что к чему, сами предыдущиеся. Я сумею о себе позаботиться. О чём ты? Охотники. Они не будут обходиться со мной, как с дамой. Но я выдержу. Я смогу потерпеть. Сыри важнее всего. Поэтому, что бы ни случилось, просто делай своё дело. Этого я обещать не готов. Я прошу тебя. Хорошо? Да? Хорошо. Я вот сколько ни пытался договориться с Менгью, у меня не получалось. Я не знаю, можно ли как-то его ломать, потому что он раскрывает наш замысел. Вот. Поэтому, скорее всего, я просто буду действовать по-своему. Ну, дабы не мучить Трис. Ну, чуть-чуть помочь. Чего надо? Я пришёл за наградой. За что это? За чародейку. Не видишь, кого я вам привёл? Это Трис Меригольд. Меригольд? Ну, проходи. Отти раз. Трис Меригольд. Ты перешёл с утопцев на чародейк? За них больше платят. Так от них и вреда больше. Утопец самые большие. Рыбака за ляжки покусают. А они убивают королей, плетут заговоры, вызывают войны. И молоко у коров тоже из-за нас киснет. Шутки кончились, Меригольд. Раз и навсегда. В подвал её! Полегче. Я отдам её Менге и никому другому. Думаешь, мы не знаем, что делать с чародейкой? Пусти, ублюдок! Паршивый язык не подходит к такому прелестному личику. Придётся вырвать. Вместо того, чтобы вырывать язык, лучше его развязать. И тогда можно узнать интересные вещи. Например? Например, где скрывается некая Филиппа Эйльхард. Я тебя ещё достану! Захлопни пасть, рыжая шлюха! Говори, где она? Я тебе, кажется, ясно сказал. Я буду говорить только с Менге. А Менге с такими не разговаривает. Тогда передавайте ему привет от меня и моей подружки Меригольд. Добро! Бери её и иди за мной. Да никуда не отходи. Вот. Со стражами было договориться довольно-таки просто. Ну, это только стражники. Кстати, если что, не теряйте, что вебки нету. Просто очень сильно яркость света преломляет. И даже с включенным светом меня не видно. Поэтому сегодня довольно-таки ясный день у нас. Поэтому меня просто не видно. Поэтому я вебку выключил. Здесь мы разойдёмся. Ты пойдёшь к Менге, а Меригольд будет за стеной. Я её не отдам, пока не получу. Не тебе тут ставить условия. Тирк, ты знаешь, что делать. Ничего не скажу. Ни тебе, ни ему. Гордая, да? Ну, погоди. Вырву тебе ногти, так запоёшь по-другому. Как хотите. Пойдём, видимо. Покажу тебе, какие чары-мары можно навести обычными клещами. Да, люди тут прямо вообще, прямо так скажем, хуже любого зверя. Я сказал, никого не впускать. Если только нет сведений о Филиппе Эйхард. А ведьмак говорит, что есть. Каждый может так сказать. Начнём с указательного. Лучше с безымянного. Сорока-ворона кашку варила. Но не каждый приводит нам Трис Мерри Гольд. Да, я уже слышу. Сейчас я к ней подойду. Но сперва поговорим. Садись. Выпей, ведьма. За что? Трис Мерри Гольд схвачена. За это следует поднять тост. Ты не находишь? А давай. Посмотрим, что будет. Я по такому пути вроде как решил. Цидарийская. Урожай 1261 года. Год резни в Цинтре. Не врывайся! Сорока-ворона деток кормила! А-а-а! Пусти! Пурт, посмотри, почему госпожа Мерри Гольд так кричит. Может, ей чего-то не хватает. Горячего железа, например. Раз уж мы заговорили о металлах, кубок из серебра. Я так понимаю, ты хотел проверить, не Доплер ли я? Сразу видно, что имеешь дело с профессионалом. Осторожность никогда не помешает. Ты бы удивился, сколько моих собеседников превратились в вонючее заливное. Ты еще не заплатил мне заведенную. А охотники уже рвутся ее пытать. И что с того? Ты портишь товар, который тебе не принадлежит. Этому дала! А-а-а! Ублюдом нет! Этому дала! Успокойся. Со мной и ты в накладе не останешься. Че, залаги? За Мерри Гольд я выплачу тебе двойную награду. Чем обязан такой щедрости? Ну ведь ты отдаешь мне свою любовницу. Тебе полагается доплата за моральный ущерб. Ну в общем, видите, да, он получается. Он уже как бы все прекрасно понял. И мне кажется, ну не знаю. Напишите в комментарии, есть ли какой-то другой вариант. Так, ну давай пока тут я не буду ерепениться. Еще пока попробуем. Я вижу, ты хорошо информирован. Тогда ты должен знать, что Трис предала меня первой. Она играла мной по поручению ложи. И теперь получила по заслугам. Ты удивил меня, Геральт. Быть может, мы еще договоримся. Ну вот это... Возможно, ты знаешь что-то о Филиппе. Но догадываюсь, что не поделившись этим задаром. Чего ты хочешь взамен? Так, ну давай тогда так, пойдем. Ну, это просто. Выпусти Лютика. Барт Дегенерат за сведения о Филиппе. Заманчивое предложение, нечего сказать. Но я должен его отвергнуть. Видишь ли, я уже запланировал для Лютика показательную казнь Боксинфурти. Колесовать, содрать кожу и так далее. Это должно несколько успокоить гаража. И когда будет иметь место это успокоительное зрелище? Когда я лично отдам такой приказ. До тех пор Лютик останется в каземате под храмом вечного огня. Так что, боюсь, ничем не могу помочь. Но может мы сумеем договориться? Ну, мне кажется, все нужную информацию мы уже получили, да? Нормально. Трис тут уже сама за себя постояла. Он сказал тебе, где Лютик? Да, но... Оу. Оу-оу. Трис. А вот этого я не помню. Варианта. Обычно я его сам убивал. В общем, терпелась она. Я должен заняться тобой. Нет нужды. Я в порядке. По крайней мере, ничего серьезного. До свадьбы заживет. Прости, что не вытащил тебя раньше. Не извиняйся. Я знала, на что подписываюсь. Ну, так-то да. Ты немного поспешила. В чем дело? Менге сказал, что держит Лютика на храмовом острове, в Казематах, под самым святилищем. Он собирался его казнить в Оксенфурте. И что его выпустят из-за решетки только по приказу Менге. Отданному лично. Холера. Прости, Геральт. Я... Должна была подумать, но... Как я его увидела, то... После того, через что ты прошла, ты не должна оправдываться. Он... Он бы все равно не стал нам помогать. Даже если... Знаю. И хватит об этом. Надо решить, что делать дальше. Лютик пока что в безопасности. И в недосягаемости. С храмового острова его не вытащишь. Это невозможно. Блин, кто-то в стиме пишет. А Менге надо полагать, больше не отдаст приказа, чтобы его откуда перевели. Забыл как себя стим закрыть. Моя оплошность. Так, ну-ка, давай так. Надо повышать квалификацию, Трис. Обыщем его. Верно. Может, у него при себе что-то полезное. В кармане у него ключ от двери. На, возьми. За пазухой. Ничего. Но... Погоди. Что-то в подкладке. Ну? Ключик от сейфа. Возьми. Передай Дикстри с приветом от меня. Ключик от сейфа? От какого сейфа-то? Ты могла бы его... А, живее. Может быть, если бы занималась черной магией. Но так низко я еще не пала. Сплошные тупики. Но ничего. Надо как-то обходиться тем, что есть. Лютик мог бы вытащить из тюрьмы только Менге. Да. Или кто-то, кто выглядит, как он. Доплер? Верно. Я думала о твоем знакомом Дуду Бивервельте, который принимал облик купца Низушка. Лютик говорил, что он был тогда убедительнее оригинала. До такой степени, что банкир Вивальди дал ему взаймы пару тысяч крон, не моргнув и глазом. Хм. Только он скрывается. Может, Рисцилла что-то знает? Надеюсь. Послушай, я хотела еще кое о чем с тобой поговорить. Только не здесь и точно не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь. А теперь прошу тебя, уйдем отсюда. Так, естественно, с Трис мы еще поболтаем. Но для начала нужно отсюда выбраться. Но я, пожалуй, здесь осмотрюсь. Есть ли что-нибудь? Прикольное. Так, ооо, сколько здесь добра. Нельзя оставлять все это дело. Надо забирать еще. По-любому залежи-то хорошие. Как-то здесь темновато, да, в помещении. Освещение не очень. А, ну возьми что-нибудь. Что-то у них тут одна вода. Не густо. Мешочек. Так. А здесь мы пройдем, нет? Надо уходить другим путем. Или придется драться. А. Геральт, вернись. Иду-иду. Ну я, кстати, обычно всегда дрался, не знаю. Интересно, есть вариант отсюда уйти как-то, чтобы не, это, не провоцировать боя. Хотя лично я бы и не против был подраться что-то такого-то. Во-первых, опыт. Во-вторых, оружие. С врагов. Которое мы потом сможем продать. Ну-ка здесь мы сможем выйти? А, даже так. Ну ладно. Драка там была бы серьезная и долгая, на самом деле. Здесь мы разделимся. Но сначала надо будет пустить этот сарай по ветру. Верно. Мы оставили здесь слишком много следов. Да. А кроме того, мне надо выпустить пар. В общем, надо отсюда валить. Сейчас тут 30 будет пар выпускать. А мы уходим. Оп. Все. Ну что, нам нужно рассказать Диксере, что стало известно. И отдать ему ключ и вон. В общем-то, у нас есть прямое доказательство, что это был Мэйнг. Ой, не то. И кином 379 метров. Эй, там! Господин Ройвен просит на пару слов. Вот же нетерпеливый сучий сын. Что? Ничего. Я скоро буду. Блин, нашли жабры, кинь. Ни с какой бы дыры не вылез. Ну ладно. Кого я вижу? Геральт из Ривии. Ты перестанешь за мной шляться? Да, как только ты скажешь, где моя казна. Мы с Мэнги не сговорились. Совсем? Совсем. Это объясняет пожар в казармах. Надеюсь, моя казна не пылает вместе с охотниками. Я ее не видел. А 20 тонн золота все-таки сложно проглядеть. Значит, ты пришел ко мне с пустыми руками. Во-первых, это ты ко мне пришел. А во-вторых, кое-что в руках у меня есть. Ключ от сейфа. Я нашел его у Мэнги. А искать сейф ты предлагаешь мне? Это будет непросто. Но что же делать? Ты так неплохо поработал. Ну, давай так. Похвалы можешь оставить при себе. Меня интересует награда. Геральт, все ведьмаки такие бесстыжие, или только ты? Что ты имеешь в виду? Ты меня обманул. Снова. Что? Ты с самого начала знал, кто вынес мою казну. Но не захотел любезно поделиться своими соображениями. Зато я любезно помог тебе с казной, так что не надо истерик. Я не шучу, Геральт. Ты злоупотребил моим доверием. Я как-нибудь пережил. В этот раз, да. Ну, хорошо. Пора свести счеты. Это угроза? Напротив. Ты мне помог. Так что тебе полагается награда. Несмотря ни на что. Не трать время. Я уже знаю, что с лютиком. Тогда возьми деньги. Свои долги я всегда отдаю. Даже лжецам. А под конец нижайшая просьба. Никогда больше не пытайся меня обманывать. Никогда. Ничего страшного, я это как-то переживу. Единственная правда, вот этот первый обман. Я вечно про него как-то забываю. И он как-то получается спонтанно. А вот насчет Менги, я, если честно, не знаю. Это получается как-то само по себе вылазит. Хотя, может быть, если мы первый раз его не обманули, то и второй раз бы тоже не был. Так, ну и что, друзья. Давайте, пожалуй, сегодня на этом серию закончим. Или нет? Давайте я поговорю сначала с пристилой, а потом уже закончим. Ну и что, друзья, мы подходим. Подходим к покоям пристилы. И сейчас не поговорим насчет того, что мы узнали. И спросим, что она может на этот серию сказать. Геральт. Я знаю, где Лютик. Где? В подземелье Храмового острова. Дурная шутка. Я не шучу. Ну не волнуйся, Дрис придумала, как его вытащить. Нам нужно только найти Дуду. Значит, тебе надо найти Дуду, чтобы найти Лютика, чтобы найти Цири? Похоже, тебе предстоит страшно много поисков. Желаю удачи. У меня нет выбора. Я должен встретиться с ублюдком младшим. Может, он что-нибудь знает. Все. Нормально. Я тогда дольше добирался, чем мы с тобой общались. Но ничего страшного. Ух ты. Поклон. Ну что же. Мы в любом случае с ней поговорили. Квест закончили. И это самое главное. Ну а чем мы будем заниматься и как мы будем искать Дуду, вы узнаете, друзья, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. И не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Всем желаю хорошего настроения. Удачного дня. Играть только в хорошие игры. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.